всем привет друзья вы на канале sky top games и это гайд возможно который поможет многим после выхода 6.5 обновления за айла в рима короче говоря игра запускается с ошибкой dx12 собственно в этом видео я расскажу о тех способах которые по крайней мере помогают если у нас где-то будет еще какая-то информация как устранить эту проблему и решить короче говоря все будет нашем дискорде и я также выпущу для вас ролик но собственно давайте попробуем с первого я вам покажу вам нужно обязательно чтобы у вас было я не знаю как на windows 11 работает это или еще где-то но вообще за айла в рима она идет только на windows 10 вам нужно пройти в центр обновления windows то есть нажимаете пуск здесь есть такое колесико параметры сюда заходите и здесь есть центр обновления windows а вот и здесь нужно проверить наличие обновлений производите данную манипуляцию обновляете windows и пробуйте запускать игру перезагрузить и пока это само собой вот далее хочется уточнить что это вообще по крайней мере я знаю точно работает на не на пиратских программных обеспечениях windows если у вас пиратка ребят я видел пару способов интернете ссылки я к сожалению не буду вставлять потому что youtube будет ругаться потом и этот видос будет заблокирован на наличие сторонних ссылок в общем это такой первый вариант который принципе кому-то помогает кому-то нет далее вам нужно еще обновить драйвера попробуйте обновить драйвера ссылочка будет давайте сделаем так ссылочку на обновление драйверов я оставлю в описании потому что ссылки такого характера они вроде бы не запрещены как на другие сайты просто заходите либо через через тот же nvidia geforce можете пройти запустить на вашем компьютере и проверить все драйвера собственно далее есть еще фича заходите в steam там есть такая программа бесплатная под названием драйвер booster сейчас я вам ее покажу там тоже можете обновить кое-какие дрова в принципе я скажу так что половина функции платная половина бесплатных но попробуйте с бесплатным можете конечно купить полную версию что по сумме можно в принципе посмотреть давайте посмотрим страница в магазине по моему она дороговато стоит до 2000 рублей если вы тянете то попробуйте вообще прога качественная я сам ей пользуюсь ну правда на бесплатной версии половина функции работает далее как вообще вот что говорят именно разработчики нужно пройти в корневую папку за айл через короче говоря такой конфиг под названием апдата поиски вставляете его папка с файлами у вас вот такая открываются и здесь и здесь вам нужно найти за айл где он у вас вернее установлен здесь в принципе нет ничего сложного заходите по пути за айл и удаляйте папку конфиг либо сейфт после этого вам нужно перезайти из стима перезагрузить пока и пробовать запускать игру также ссылочка будет на отдельную отдельно короче на этот гайд но я думаю что многие так знают об этом способе у кого-то он работает у кого-то нет кто-то не пробовал данный способ далее есть еще один способ заходите свою библиотеку steam где у вас установлены игра за айл нажмете свойства установленные файлы и вот здесь проверяйте целостность файлов потом тоже также выходите из стима перезагружайте пк заходите и запускаете игру собственно пока что на этом я думаю у меня все если будут какие-то еще варианты я обязательно для вас сделаю ролик